В адрес президента республики Анатолия Бибилова поступило предложение от ректора Московского автомобильно-дорожного государственного университета. Технический университет выразил готовность о принятии абитурентов из Южной Осетии на обучение за счёт средств федерального бюджета. Поступило предложение от ректора Московского автомобильно-дорожного государственного университета МАДИ Андрея Владимировича Геллера о готовности принять абитурентов из Республики Южная Осетия на обучение за счет средств федерального бюджета РФ на программе высшего образования. По результатам международного интеллектуального конкурса «Все дороги ведут в МАДИ». Международный интеллектуальный конкурс пройдет в онлайн-формате на сайте grant.madi.ru и состоит из двух этапов. Первый этап – это подача заявок, регистрация на участие в конкурсе и пройдет с 15 февраля по 15 апреля. Второй этап – это тестирование по математике 17 апреля текущего года. МАДИ – крупнейший вуз России, ведущий научно-образовательный и методический центр по подготовке бакалавров, дипломированных специалистов, магистров и научных кадров в области строительства автомобильных дорог, мостов и эксплуатации транспортной техники. Всем желающим поступить в университет будет предоставлена возможность прохождения экзаменов в онлайн-формате. С перечнем образовательных программ по подготовке кадров в отраслях автомобильно-дорожного комплекса, на которые МАДИ готова принять, можно ознакомиться в отделе науки и профессионального образования. С 1992 года МАДИ имеет статус технического университета, сохраняя традиционное название. Университет обучает специалистов по 32 специальностям и 9 направлениям подготовки бакалавров. На днях чрезвычайный полномочный посол Республики Южная Осетия Знаургасев уже встретился с ректором МАДИ Андреем Келлером и обсудил перспективы целевой подготовки кадров. Республика заинтересована в укреплении своего кадрового потенциала, в том числе обучении, повышении квалификации и профессиональной переподготовки кадров для транспортного комплекса, подчеркнул Знаургасев. Яна Плиева, Александр Кукоев, информационный выпуск «Сегодня».